Это жители микрорайона Айкап. Они отстаивают свое право дышать чистым воздухом. Они с примесью запахов разложения, что прилетает с мусорной площадки, что установлено для нуж жильцов дома 246 по улице Байгибикби. Мусорная площадка существует давно. Здесь даже не было детского сада и тойханы и гостиниц. Контейнер поставили для нас, жителей 30 квартир многоэтажки. Мусорная площадка находится вдоль дороги. И кто проезжает, останавливается и закидывает сюда весь свой мусор. Жители частного сектора туда и строительный мусор привозят и бросают отходы от домашней скотины. Сейчас летом забрасывают коркой дыни арбузов. От запаха страдают жители близлежащих домов. Еще рядом расположен детский сад. Почему жители частного сектора бросают сюда свой мусор? Коммунальщики один раз в неделю забирают бытовые отходы. Жители выслушали и услышали в управлении санэпидконтроля. С доводами согласились и даже направили письмо с предложением об установке мусорной площадки в другом месте. Мы против того, чтобы здесь стояла эта мусорная площадка. В девяти метрах находится детский сад. В частные дома также распространяется неприятный запах. Мы обратились в Акимат города с просьбой о ее перемещении. Этот вопрос на контроле управления. В этом направлении ведется работа. Но в районном Акимате отвечают, мусорная площадка останется там, где была оборудована изначально. Как пояснили сотрудники Акимата, Туранского района, которому исполнилось семь месяцев со дня создания, отмечают, что все объекты микрорайона, ранее находившиеся в Аль-Фарабийском районе, проходят инвентаризацию. Земля, где расположена мусорная площадка, имеет государственный акт, поэтому она останется на месте. Мы обязуем коммунальную службу своевременно вывозить мусор и проводить дезинфекцию. Мы будем следить за исполнением данного решения. А что касается детского сада, мы проверим законность застройки. Жители частного сектора такой ответ не удовлетворил. А потому они намерены обратиться к Акиму города, чтобы проверить в действии концепцию слышащие государства.